В своем кабинете мэр принимал тренеров и спортсменов третьей спортшколы, которая специализируется на единоборствах. Воспитанники школы в этом году добились выдающихся результатов. Главное из них – золото Анастасии Шамоновой на юношеских Олимпийских играх. Она же стала чемпионкой Европы и мира. В целом, все отделения спортшколы – рукопашный бой, тайский бокс – показали хорошие результаты на международных турнирах. В 2011 году, благодаря решению городского собрания и решению Анатолия Николаевича Пахомова, открылась наша школа. Она включила в себя все единоборства боевые и оно за 7 лет дало большой прогресс. Прогресс в развитии спорта в городе. В третьей спортшколе единоборствами сегодня занимаются более 1400 человек. В городе создана хорошая материально-техническая база для занятий боксом, кикбоксингом, рукопашным боем. В том числе и благодаря этому результаты спортсменов растут с каждым годом. Буквально 5 лет назад у нас боксерских залов было всего 2. Сейчас, как вы слышали, 38. Естественно, что есть материально-техническая база, есть зал для бокса, есть тренер увлеченный и, естественно, появляется результат. Анатолий Пахомов рассказал, что уже к марту в Сочи на Виноградной откроют еще одну муниципальную школу единоборств. А на улице Пластунская выделен участок под строительство типового спорткомплекса для смешанных единоборств. А это значит, что количество детей, которые смогут заниматься спортом, увеличится. Сегодня же в городе различные спортивные кружки и секции посещают около 60 тысяч юных сочинцев. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.